Динозавры Циракозавр – один из самых крупных наземных хищников мелового периода. Длина его черепа достигала до 160 см и была оснащена смертоносными челюстями. Длинный молодой самец циракозавра был для него желанной добычей. Циракозавр понимает, что циракозавр больше и представляет очень серьезную угрозу. Но циракозавру удается нагнать свою добычу. Благодаря своим длинным и сильным ногам он мог развивать колоссальную скорость. Загнанный в угол циракозавр борется за жизнь. Но против мощных челюстей циракозавра у него нет шансов. Циракозавр победил. Динозавры 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 Равнины юрского периода были по-настоящему жестоким местом. Даже сильнейшие динозавры всегда были под угрозой. Иногда погибали целые стада. Вот и сейчас мы видим тираннозавра, который доедает последнего представителя местного прайда динозавра. Неожиданно в поле зрения тираннозавра появляется молодой самец-тиракозавра. По всей видимости, он отбылся от стада. В обычной ситуации стиракозавр бы отступил, пытаясь спасти свою жизнь. Но оставшись в одиночестве и став единоличным хозяином огромной территории, динозавр решает атаковать тираннозавра. Так как тираннозавр уже насытился душей крупного стиракозавра, он не видит смысла продолжать бой. Он решает отступить. Тиракозавр победил. Спинозавр – самый крупный и устрашающий хищник мелового периода, проживавший на территории современной Северной Африки. Дословно спинозавр переводится как «шипастый ящер». Эти динозавры обитали возле крупных водоемов. В первую очередь это связано с их рационом. Несмотря на то, что спинозавр обладал огромными челюстями и устрашающими когтями, в основном он питался рыбой, пресноводными акулами и крокодилами. В свою очередь тираннозавр искал в себе пропитание в лесу и на равнинах, охотясь за более мелкими зауроподами, а также иногда собирая падаль. Несмотря на то, что тираннозавр является одним из самых крупных наземных хищников всех времен, спинозавр все равно превосходил его в размерах. Время от времени тираннозавру приходилось спускаться к воде, где он и мог встретить спинозавра. Несмотря на то, что спинозавр не рассматривал тираннозавра в качестве добычи, ему необходимо отстоять свою территорию. Но тираннозавр не готов отступать. Оценивая размеры противника, тираннозавр решает дать отпор. На своей территории спинозавр чувствует себя увереннее. К тому же преимущество в размере сильно ему помогает. Тираннозавр вынужден отступить. Динозавр победил. Динозавры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже в суровых реалиях юрского периода находилось место для заботы о младшем поколении. Сейчас мы видим самку-тираннозавра, которая ухаживает за своим детенышем. Обычно из складки 5-6 яиц выживал только один. Поэтому мать особенно трепетно относится к своему потомству. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вот на территории самки появляется незваный гость – крупный самец-тираннозавра. По всей видимости, он почувствовал запах недавно вылупившегося детеныша, который в будущем может стать для него серьезной угрозой и претендовать на его территорию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как опытный охотник, самец старается подкрасться незаметно и выжидает наилучший момент для атаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но ему не удается скрыться от острого нюха самки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самки-тираннозавра были значительно крупнее и агрессивнее самцов. Кроме того, после рождения малыша она готова буквально разорвать любого, кто приблизится к ее гнезду. Однако самонадеянный самец решает вступить в бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поверженный самец вынужден отступить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самка-тираннозавра победила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА